Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. На Алтае впервые проходит большое архитектурное событие – межрегиональный фестиваль «Зодчество в Сибири». Ведущие эксперты со всего мира обсуждают, как сохранять и улучшать исторические архитектурные ансамбли Сибири. Для столицы Алтайского края, где в центре города создают туркластер, этот вопрос имеет особое значение. И сегодня у гостя нашей программы – вице-президента Союза архитекторов России и одного из самых влиятельных архитекторов Иркутской области Елены Григорьевой – мы узнаем, как сохранить городское историческое наследие и привлечь бизнес к процессу восстановления памятников. Здравствуйте, Елена Ивановна! Здравствуйте! Ну скажите, в который раз вы в Барнауле и успели ли посетить исторический центр Барнаула? В Барнауле я второй раз. Первый раз я была по организационным делам этого фестиваля в конце марта этого года с очень коротким визитом. И вот сейчас второй раз уже немножко прошлась по городу пешком, потому что я считаю, что из окна автомобиля – это неправильно воспринимать. Такой город с такой историей. И, конечно, обратила внимание уже, во-первых, на то, что здесь великолепное наследие есть. То есть впечатление хорошее произвел город? Хорошее, хорошее, да. А знакомы ли вы с проектом по созданию туристического кластера в центре Барнаула или нет? Я слышала об этом проекте, о том, что там есть вопросы, которые требуют ответов, но, к сожалению, пока меня не знакомили с ним. Ну тогда вопрос такого общего плана. Вот на ваш взгляд, с чего нужно начинать властям городов, которые стремятся сохранять историческое наследие городов, сохранять и развивать? Ну тут разные пути существуют. Некоторые регионы создают какие-то программы специальные. В любом случае нужна концепция, которая охватывает исторический центр города, прослеживает связи между отдельными объектами, соединяет их в какую-то единую систему. Это не значит, что надо свозить объекты в одно место. Памятники, они, в общем, не любят этого. Они дороги нам тем, что они стоят на своих местах. Но связи между ними надо как бы наметить. Есть некоторые рецепты, которые возникли на основе нашего проектного опыта Иркутского и дали хорошие результаты. Здесь надо понимать, что каждый город имеет свои особенности. Но есть какие-то универсальные рецепты, если говорить о вашем проекте, применимых к другим городам или нет? Я не могу дать гарантию, насколько они универсальны, но как инструменты ими можно попробовать воспользоваться. Вот с чего мы начинали свое проектирование? Мы нарисовали систему общественных пространств для исторического центра. Как она закольцовывается, какие связи там востребованы сейчас и будут востребованы. То есть тут некоторое предвидение. Будут востребованы в будущем. Для чего это? Для того, чтобы создать потоки людей, потоки посетителей, потоки просто прогуливающихся людей. Там, где существуют потоки, и они идут по траектории, которая касается памятников, эти памятники становятся доходными. То есть наша задача была сделать, в данном случае, в Иркутском случае, деревянную архитектуру, сделать доходным наследием, выгодным наследием. И у нас получилось. Каков как раз доход, если говорить о вашей Иркутской области и историческом центре? Ну, я не владею всеми цифрами. Я знаю одно, что до 2009 года, когда мы начали работу над 130-м кварталом, памятники реставрировались по одному в год. А в Иркутской области их там больше тысячи. И мы посчитали, что таким образом, сколько-то, можно посчитать, сколько за предстоящие десятилетия будет восстановлено, все остальное погибнет. Потому что дерево уже было в критическом состоянии. И сейчас большая часть его находится в этом состоянии. И мы затеяли комплексную реконструкцию квартала. Вчера я об этом подробно рассказывала на фестивале о всей технологии проектирования. И вот именно этот 130-й квартал, который сейчас известен всем, кто хоть как-то думает о своем наследии в нашей стране. И зарубежные коллеги тоже многие знают. Вот этот 130-й квартал, он был реализован. Ну, не в полном соответствии с проектом, к сожалению. Но, тем не менее, он был на большой процент реализован. И он фактически, фактически, это маленький завод в центре города по производству эмоций, впечатлений о городе и показа вот этого исторического наследия. Он приносит во все уровни бюджета миллиард в год. Серьезные деньги. Ну, а где нашли средства как раз-таки на реставрацию памятников? Подключали бизнес? Совершенно верно. Если говорить о затратах суммарных, которые были вложены туда, то 6 миллиардов – это вложился малый, средний и крупный бизнес, включая РЖД. А 700 миллионов – это городской и областной бюджеты. Ну, и федеральный бюджет тоже по расселению ветховой аварии. 6 миллиардов – вот как привлечь бизнес к истории, да, и как сделать так, чтобы как раз-таки инвесторы не навредили этой самой истории, не утратить их? Тут вообще по-разному происходит. Вот мы сейчас делаем другой проект, в 10 раз больше, по площади, тоже в историческом центре города. Там вся земля в собственнике, и идет индивидуальная работа вот этой вот управляющей компанией, ну, не управляющей, она называется, автономная некоммерческая организация «Иркутские кварталы». Она работает индивидуально со всеми собственниками, мы ей помогаем в этом. А в 130-м квартале там был другой случай, была ярко выраженная политическая воля. Пришел новый губернатор Дмитрий Федорович Мезенцев, и к юбилею Иркутска, к 350-летию города, им была провозглашена идея реконструкции вот этого конкретного квартала. И мы стремительно делали этот проект. Ну вот скажите, ну не только же административный рычаг вот так может быть? Вы знаете, вот в случае 130-го квартала был задействован в полную силу административный рычаг. Некоторых бизнесменов, ну, буквально там, на каких-то, я не знаю, условиях, туда приглашали. То есть просили, может быть, даже заставляли, я точно не знаю. Но бизнес не разочаровался, наверное, сегодня. Вот, мы помогали в этом процессе, рассказывая, как там будет, почему там будет хорошо, почему там будет прибыльно. Вот. Бизнес не разочаровался. Некоторые окупились за три месяца, свои вложения окупили. Некоторые, которым, ну, не очень интересен такой вид деятельности был, произвели в хорошем смысле этого слова спекуляцию. То есть продали свою там усадьбу, вот, с деревянным домом, со строениями. Другим заинтересованным людям продали ее гораздо дороже. Сейчас в 130-м квартале самый дорогой квадратный метр в городе, самый дорогой квадратный метр аренды тоже в городе. Вот. То есть фактически такая городская тусовка, городской променад сейчас там, он ушел туда с набережной. Ну, как вы считаете, вот такое, в принципе, возможно у нас на Алтае, в Барнауле? Ну, я думаю, что это возможно везде, просто там в каждом случае надо подходить индивидуально, искать гения того места, в котором собираетесь вот концентрировать такую активность, сделать такое любимое горожанами место. Ну, и в первую очередь горожанами, во вторую очередь туристами все-таки, да? Ну, у нас вот туристический потенциал, вы сказали, что совсем немного оценили Барнауле, тем не менее, как вы его оцениваете? Высоко, я высоко оцениваю. Ну, тут великая история, конечно, вот этих сереброплавильных дел, медь, золото, такая драгоценная шкатулка Российской империи. Вот. Богатейшая история и великолепные памятники архитектуры. Вот сейчас вот на подходе к вашей студии, по-моему, банковская школа называется, необыкновенная вещь, очень хорошо отреставрирована. В общем, все в наших руках, было бы желание. Спасибо большое за ваши ответы, за то, что пришли к нам в студию. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова